Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видеообновление по Star Stable Online. Я заранее извиняюсь, что меня не было несколько недель, я не снимала видеоролики, и что сегодня у меня будет слегка хейплый голос. Сразу хочу рассказать почему, потому что это очень важно для меня, и я думаю, многие поймут, что после окончания этого этапа моей жизни, видео на канале точно будет больше. Ну и постараюсь еще делать его более разнообразными. В общем, эти несколько недель я потратила на то, чтобы доделать свой диплом, доработать его, оформить, сдать, защитить. Да, и вот только в конце этой недели я его защитила, я очень сильно этому радуюсь, даже он голос решил не хрипеть в этот момент. Вот, я безумно этому радуюсь, и так как еще и на этой неделе был мой день рождения, мы вчера с ребятами, с моими лучшими друзьяшками, братьюшками, сестрюшками названными, мы отмечали окончание диплома, и плюс мы прошедший день рождения, поэтому, разумеется, мы уснули поздно, мы горали, мы смеялись, было очень-очень весело, вот, да, ну, в общем, все это, как бы, детали, а обобщенно это то, что я закончила университет. Я, правда, еще не получила бумажку об этом, это будет, наверное, на следующей неделе, но сам факт, что я уже защитила диплом, боже, я защитила его на 5, это просто шок, контент для меня, вот, и поэтому я официально заявляю, что с этого момента я стараюсь сделать работу, не работу, нет, я стараюсь сделать мое хобби видео по ССО, также по куче другим играм, которые я не делала, потому что была занята из-за отсутствия возможности, времени, сил и, как бы, просто вдохновенческого желания такого, так что будем все это развивать в разные стороны. Я помню все направления видео, которые делала про персонажей, про косплея коноблогеров, которых, кстати, нужно будет скоро искать еще больше, потому что у меня осталось, по-моему, одна или две фотографии коноблогеров, которых я еще не изображала, или осталось вообще только Жужа и Диана, но я не помню, поэтому, пожалуйста, если вы знаете еще каких-то коноблогеров, напишите мне в комментариях, как их зовут, я зайду к ним на канал, поищу какие-нибудь классные кадры, чтобы сделать с них косплей, вот. И также будет несколько еще новых рубрик, ну, одна точно будет, а там посмотрим, которая будет связана с локациями. У меня прям очень сильные идеи насчет этого, но я думаю, больше ничего рассказывать, пояснять и не буду. Ну, просто осознайте то, что все, скоро начнется ежедневная, еженедельная, постоянная деятельность, разные видосики и все. Вот единственное, хочу еще сказать, что сразу все, большой кучей видосов выпускать не получится, мне нужно отойти от окончания университета, но я постараюсь как можно скорее вернуться в прежний темп и даже лучше. Так что на этом все, а сейчас давайте же все-таки посмотрим, что я пропустила за все то время, пока писала диплом. А пропустила я, кстати, только то, что в течение аж трех обновлений подряд нам обновили и дорабатывали ферму Марли. Если кто помнит, я думал, да теперь всегда будут скучать по мустангам, которые продавались там вместе с Аполузами и даже с когда-то стоящими цыганскими старыми тинкерами, лошадками. Но нам обновили, значит, этот кусочек, маленькую ферму Марли, которую все посещали неоднократное количество раз. Здесь обновили модельки и текстуры домов. Также было сказано, что в доме Марли сделан косметический ремонт, но это очень странно, потому что, насколько я помню, даже по заданию мы ни разу туда не заходим. Если что-то не так, поправьте меня и скажите, на каком же этапе сюжетной линии мы заглядывали в дом к Марли. Просто я, если честно, не помню. Также сделали очень много дорог, выездов с этой фермы, обновили тоже магазины, конюшню. Теперь больше нету коновязи, к которой стояли привязанные англичане. Теперь здесь существуют, стоят и продаются только першироны и английская чистокровная лошадь. Мне, если честно, это очень как-то непривычно, потому что я все-таки привыкла, что здесь существовала когда-то единственная... Ну ладно, не единственная, но вторая в своем роде скачка по вестерну вокруг бочек. Потому что вначале первая самая вестернская гонка, это, конечно же, в Морлэнде была у Джоши. Я даже не понимаю, зачем они эту гонку убрали, ее можно было оставить у девочки. Ну а теперь здесь вот так вот английские чистокровные першироны. По-моему, это в стиль больше конюшни Юрвыка, чем фермы Марли. Вот, также обновили гонки, и это было в одно обновление. А в следующее обновление нам добавили еще одну гонку фермы Марли. Это, по-моему, гонка, связанная с картофелем, которая раньше проводилась ежегодно. Но теперь эта гонка будет доступна всегда. Да, и мне, опять же, непонятно, почему события, которые раньше имели масштабное значение, как сбор урожая картофеля, один раз вообще не поставили в году. То есть вообще про это обновление они решили, видимо, пропустить или обойти как-то. Или доработать, в общем, непонятно. Они добавили гонку, связанную с картофелем на ферме Марли, которая будет теперь здесь постоянно. Чтобы сделать эту гонку, нужно, во-первых, иметь старайдер, конечно же, и нужно пройти задания, которые были добавлены в предыдущем обновлении, когда обновляли территорию. Это задания, посвященные памяти Ронни Боба Саммерса. Это их отец. Я, если честно, как видите, задания эти не выполняла, потому что мне некогда. Но сейчас я это снимать, выполнение этих заданий не буду, потому что это, мне кажется, своего рода спойлер. И это задание открывается не просто так, его нужно заслужить путем выполнения заданий с рестораном на крыше в хозяйстве Серебряной Поляны. Да, если кто-то не знал, то там действительно в хозяйстве Серебряной Поляны есть на ресторане крыша, на крыше есть ресторан. И вот после сюжетной линии с этим рестораном вы как раз и сможете выполнить данное задание. А потом уже на следующей неделе нам добавили еще одну, по-моему, скачку. Но это я сейчас проверю. А также была еще произведена замена лесничих. Это вот в гонке с картофелем, которое обновление. Теперь вместо Астрада, Юсуфа и Эннитона стоят обычные NPC-шки-продавцы. Потому что, видимо, в скором времени этим ребятам потребуется заняться основной работой. И, может быть, это было сделано в связи с заданием. И чтобы не было дублей моделек, они решили все-таки заменить их, наконец, продавцами. Также в бонусную лавку был добавлен новый предмет. Перчатки Адмирала для выездки. Они очень классные. Я, по-моему, даже их забрала. Я не помню, они сейчас... Нет, не на мне, я их сняла. Очень классные перчатки. Советую всем, у кого есть лайф. И также была снижена цена на валийского пони, который продается вот здесь вот у Отшельника на Южном Копыте. И теперь смотрите, какая ситуация. Если кто-то не знал, и вы из Новопришедших, и вы еще каким-то образом не докачались до Южного Копыта, до его сюжетки, я скажу так, что раньше валийский пони, его можно было покупать только после того, как вы прокачаете репутацию с Отшельником, выполняете задания, вы могли купить себе, начинать покупать валийских пони. Большинство прям каждый день заходило и качало репутацию, как я на своем основном аккаунте. Но так как у меня сейчас куча дополнительных аккаунтов, я заметила, что я приезжаю просто уже в хижину Отшельника. Я еще не выполнила то количество заданий, которое бы повысило настолько сильно мою репутацию. А валийские пони там уже стоят старого поколения, вот которые вот второго. И их спокойно можно продавать. Я не знаю, будет ли такая же система репутации с новыми валийскими, извините, уэльскими понями, потому что теперь у нас есть как бы обновленная версия валийского пони, которая называется уэльские пони, потому что уэльские пони это как бы валийские пони, только произносилось, а так все не так. Ну, ну все как всегда, все не может быть так просто и нормально с первого раза. Поэтому да, считайте, что уэльский, валийский и уэльский это одни и те же пони, только из второго поколения и третьего поколения. И вот попытайтесь теперь это объяснить людям, которые придут, допустим, в следующем году, и они этого будут не знать, они будут думать, что это просто две разные лошади. Ну, по факту, кстати, можно считать и так. Вот. А вот как раз уже вот на прошлой неделе у нас было... Ой, простите, у нас было обновление, которое, если я правильно поняла, добавило системы препятствий, да, системы препятствий в загон фермы Марли. Я не помню, она тут была или нет, но, судя по всему, нет. Кошмар, я начала... Я за период диплома забыла все, что можно. В общем, тут теперь есть система препятствий. Аллилуйя, здравствуй, конкур. Можно заниматься теперь конкуром и здесь. Вообще, я очень рада, что разработчики добавляют постоянно во все существующие загоны систему препятствий. Это очень классно. Это сделано, я так понимаю, для того мало... Мало того, что они сделали манеж с возможностью скрыть игроков, которые не состоят либо в вашем клубе, либо в вашей группе, они делают возможность расширения, увеличения количества площадок, на которых можно заниматься конкуром. Это значит, что необязательно на конкур ехать прямиком в манеж. Вы можете заниматься в Морланде, на ферме Стива, на ферме Марли. Кстати, а я вот не помню, а на ферме Стива там есть такая дощечка? Надо будет проверить. И я надеюсь, что когда-нибудь они дойдут до Нью-Хиллкеста, рядом заброшенной, как я ее называю, конной академии. Вот здесь вот. Я надеюсь, там есть загончик, вот тут вот, или вот тут вот, где-то там загон. И я надеюсь, там тоже добавят, потому что, по-моему, там еще нету. Вот. И также, если кто не заметил, у нас вернулись винфиллы. Это поисели магические шары. Они стояли уже там несколько недель. И я даже сбилась со счета, сколько недель они там стояли. И, в общем, они улетят от нас, ускачут на свои родные просторы 2 марта. Мне кажется, это самое долгое нахождение винфиллов в Морланде, потому что они появились там, это я точно знаю, они появились в Морланде намного раньше, чем сообщили в обновлении об этом. Чуть ли, наверное, не месяц назад. И только вот спустя несколько недель разработчики решили сообщить, что, ой, а у нас вернулись винфиллы. И смотрите, какой очень долгий срок они будут находиться и уже находятся здесь. Я думаю, что, наверное, когда-нибудь разработчики либо уже дошли до этого, либо дойдут до того, что магические лошади будут продаваться всегда, но по кругу. То есть не будет больше пустовать место у каменной стены, где стоит Гарри Голдспург. Ой. Гарри Готланд. Да, я знаю, я буду называть его старым именем, потому что мне все равно, для меня это Гарри Готланд. И просто будут по кругу все продаваться, и за год, может быть, как раз они будут циркулировать, продаваться, может быть, там по две породы когда-нибудь, но это уже неизвестно. Да так. И давайте все-таки отвлеклась, посмотрим на препятствия в этом загоне. Ой, очень сложно снимать, когда пропустила несколько обновлений, все в кучу, обо всем хочется поговорить, все хочется обсудить и рассказать, но это очень сложно, потому что забиваешься еще какими-то своими мыслями. Вот такой вот второй вариант у нас системы препятствий с тогами сена. Мне он, кстати, нравится. И у нас еще есть вот такой вот третий вариант. Он более сложный, с поворотами. Наверное, кстати, и среди всех трех мне больше всего нравится стандарточка. Вот самый первый вариант, похожий почти на то, что мы проходим, когда скачку здесь проходим, только немножко видоизмененно, по-моему. А вообще, мне кажется, это то же самое, практически то же самое, что в Морланде, только немножко видоизмененные позиции, некоторых препятствий. Вот, так что да, вот, по-моему, я сказала все, что произошло в течение трех обновлений. Я не помню, правда. А, по-моему, нам обновили приложение Star Stable Horses. Там добавили Аполлузу. Но это уже давно, ее уже все должны были купить, мне кажется, даже те, кто еще не накопил. И вот как раз что же ждет нас на следующей неделе, а точнее вот уже через два дня в среду, нас ждет стук маленьких копыт. Добавление Уэльского поня. На самом деле, очень классная лошадочка, мне она очень сильно понравилась. Одну масть я точно куплю, это саловая, ну, может быть, светло-серую, я еще не уверена. Но то, что это очень милая, маленькая, элегантная, грациозная лошадка, это поняха. В какой-то квейке поняха она прям элегантная, маленькая и грациозная. Я считаю, что такую поняшку купит даже любой любитель чисто выездковых лошадей с красивыми формами, сгибами линий и с достаточно сухим телосложением. Да. Так что вот теперь-то на этом точно все. В общем, спасибо, что ждали меня все это, что посмотрели это видео. И будем видеться намного чаще. Так что не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. Ох, и дай мне сил на все мои идеи.